здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня будем говорить о певческом искусстве даже не знаю можно ли так сказать но по крайней мере о вокальном и что такое вокал а что такое пение нам об этом расскажет профессионал елена ксенофонтова преподаватель вокала детской школы искусств номер два городского круга люберцы ну и конечно же ведущая солистка театра люберецкая оперета здравствуйте елена здравствуйте и так пение и вокал в чем разница ну в чем разница вокал это что-то такое вокал если с профессиональной точки зрения конечно вокал это занятие вокалом это это как бы вот так вот как когда мы ставим голос занимаемся техникой т.д. и т.п. а пение я думаю что ну пить может каждый дома у себя даже если особо слушаю ну если совсем слуха нету наверное есть такие люди в лесу есть 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 безусловно есть их очень много а в чем проблема в чем проблема ну отсутствие слуха вы знаете какая-то физиологическая такая вещь но который можно развить а вот это важно это важно это очень важно если голос как говорится боженька тебе подарил голос вот он есть у тебя голос какие-то недостатки какие-то технические вещи которые развивать этом да можно как говорится его оккультуре вать а если он есть а слух он может не быть ну человек изначально может приду ну не слышать но то есть но при этом ему может нравиться музыка да и он под нее танцевать делать движение чувство ритма чувство может быть присутствовать конечно совершенно спокойно абсолютно но человек может не попадать в ноты но занятиями можно все исправить тогда возникает такой интересный момент что голос это работа мышц ну да его нет его потрогать нельзя 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 но это живой инструмент даже живой инструмент и тогда получается что если человек ведь наверное есть такие люди которые не в курсе что они могут петь им дал вот тот самый боженька как мы говорим сегодня не просто голос а почему-то он ему дал вложил в него а он нет инструментом не пользуется то есть я к чему веду это же наверное еще и состояние некого здоровья твоего когда ты полностью пользуешься тем что тебе дано можно сказать что голос это элемент физиологической необходимости петь ну можно сказать конечно обязательно поэтому у нас у всех у певцов существует охрана голоса обязательно охрана голоса именно потому что ну определенные продукты нельзя кушать там непосредственно перед пением если у тебя там спектакль концерт или что-то еще в этом роде несчастные люди вы знаете опять же эта физиология у кого связки очень подвержены каким-то восприятием погодным кто-то мороженое вообще не кушает а например я совершенно спокойно могу есть мороженое зимой прекрасно то есть ну это опять же физиология я дачки могут быть тоненькими как ниточками а могут быть поплотнее знать как быть луженые связки да это опять же голосовой аппарат который принимает проверяет фониатор и опять же это как говорится свыше кому что дано на свой аппарат у всех индивидуальный а вот это вот волшебное слово связки ну это такое ну это вот у нас здесь вот гатаны расположены две такие маленькие полосочки которая ну при когда вот у нас проверяет допустим здоровья здорово ли мы до певцы мы значит делаем и и фониатор смотрит насколько связочки ровненько и спокойненько смыкаются и дребезжать ли они не дергаются нет ли каких-то надрывов надломов это когда смотрим человек если вдруг у певца что-то не так он куда бежит быстрее к фониатору проверять нет ли узлов на связках нет ли каких-то отечностей чтобы все было здорово чтоб святочки были розовенькие не красный не воспаленный опять же все это видно с врачу мы можем чувствовать это чисто физически что мне некомфортно петь не до смык называется гипотонус называется не смыкание связка до девушки да вот а связочки не смыкаются это называется гипотонус да это называется не смыкание связок соответственно голосовой режим мы молчим мы не разговариваем принимаем определенные медикаменты но зависимости от сложности ситуации знаете я сейчас вспомнил совершенно неожиданно старый фильм который ну ругали все даже по моему участники этого проекта был такой фильм душа которым главную роль играла софия ротару да сейчас я вспомнила да ну а якобы должна была играть алла пугачева и там основным лейтмотивом этого кинопроизведения была как раз тема что вот ее заставляют петь да да у нее проблемы с горлом и вообще тема проблем с горлом она довольно часто слышится то есть то есть это действительно такая болезнь существует когда артист вынужден быть до стролях до артистом может быть и там то уже театр оперета надо петь а он ну плохо себе делает скажу да да и это конечно перегруз и на самом деле когда это разово но бывает случаясь выезжаясь на гастроли какие-то ситуации такие что неким заменить тебя в один состав едет естественно ну какие-то извне что-то случилось что-то заболел опять же существует определенные хитрости опять же врачебный когда ну тебе нужно спеть поэтому как для спортсменов для спортсмена естественно делается опять же определенный укол и вливание конечно это потом это пар że это потом скажется это потом скажется злоупотреблять этим конечно на ты споешь и ты споешь и так но контроль немножечко теряется у слава богу мне не приходилось но многие знакомые певицы рассказывали которым приходилось это использовать то есть ты чувствуешь себя просто вот знаете окрыленный и поешь так там ну какой-то определенный допинг она вливается и все смыкается легко весь голос летит все прекрасно а потом ну ты можешь вообще замолчать до того что вообще ты вы теряешь голос просто садиться долго восстановление тоже поэтому подумать стоит ли один этот спектакль потом как правило восстановление кстати мы знаем многих эстрадных артист особенно когда с ними беседуешь которые вообще вот так вот разговаривают а потом это выходит и поют но это немножко другая другая конечно вот но я почему мы вышли на эту тему я хотел просто вот этим коротким разговорами пробори проблемы показать что это очень серьезный труд вообще пение это работа и когда эта работа в том же театре а вы поете в театре еще и поете оперетту то есть которая все-таки при всей своей многогранности но это жанр синтез жанров совершенно правильно да но тем не менее там сложно пою очень выйти и говорим да и еще и говорим это то есть это все вместе это тяжелая работа и оперета на переживает ну скажем так на мой взгляд не самые лучшие времена потому что вспомним там 80 с 81 по 85 годы куча была снята телефильмом именно на причем супер популярные звезды конечно потом это все куда-то ушло и давайте уже говорить откровенно и артисты опереты участвовать во всех огоньках везде да да но как-то не пошла эта история и быстро на смену и пришли мюзиклы самые разные разнообразные заняли эту нишу да при этом жанр опереты он существует он очень свой персонально сложный да как вот сегодня ваш театр работа ой вы знаете ну вот слава богу у наши опереты которые были поставлены нашим театре уже за 13 лет за 13 лет у нас сохранился костяк классических оперет то есть если сейчас существует он допустим том же московском театре опереты какие-то вот эти классические опереты кальмана того же там штрауса но опять же уже не классические постановки да немножечко как все очень даже и немножечко по-новому а сильно по-новому то есть мы сохраняем старую традицию то есть у нас все поставлено по классике все как лица по старинке погружайте нас в ту историю абсолютно что касается и костюмов что касается образов ну и всего остального то есть мы не отходим от классики мы мы показываем людям то оперету которая была много-много лет назад стараемся ходят 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 хотелось бы конечно что больше ходили потому что ну мне кажется такой жанр которая ну он всегда молодой но это жанр который мы же помним что даже если мы возьмем знаменитых крифеев до которые творили например даже во времена ну зарождающегося фашизма в германии и да там австро-венгерской империи то есть политические события были невероятны при этом рождены были такие веселые яркие то есть как бы на противоходе почему потому что оперета она всегда давала выброс какой-то энергии да какая-то легкая история и и предательство и преданность и какие-то странные такие ироничные совпадения легкость такая легкость да не было такой прямо сильной драматургии куда задуматься опять же это даже вот эта королева раньше это сейчас сильва также раньше это королева чардаш она же пишется как мусс комедия а трагизм то какой нам же и какие слезы заканчиваются первый акт все вот этот ведвин он уезжает он предал он бросил тут люк ну тут уже вообще страсти какие а в итоге как бы опять же все это с юморком опять же все это и посмеяться по хикикать ну такой смех сквозь слезы скажем ну да немножко да на свою жизнь перенести да да тут же еще улавливается такие главные жизненные трудности которые в принципе у многих людей бывают которые приходят за они как бы их переживать даже сами того не замечая ну и вот тут возникает вопрос мы сейчас вот поговорим опереть а во второй части мы вспомним о том что елена является еще преподавателям в боковом и как туда попасть потому что вы уже поняли какая сумасшедшая энергетика что нужно идти петь даже если у вас слуха нет мы найдем найдем так вот когда вы работаете вот в оперете где и говорят и танцуют все-таки проще петь или проще танцевать или проще где-то поговорить вы знаете хорошо выйти сначала ну как вообще обычно мы выходим зачем начинается сцена если она выходная ария то есть ты выходишь сначала ты поешь потом ты начинаешь приветствовать здороваться разговаривать все это то все равно как не все вместе конечно сложнее всего петь и танцевать скажу без женщин да да или какая-нибудь карамболин или каком с кан-кан то есть конечно определенная конечно дыхалка тренировка все это обязательно должно быть чтобы и не запыхаться чтобы не все не снять с дыхания и вокально чтобы это все прозвучало чтобы это был понятен текст чтобы опять же зрители видели что тебе легко и приглашать вы же делаете это живьем вот именно почему потому что но я так последнее время много где было я тут был не буду говорить где но в таком довольно большом городе в серьезном театре в большом городском как бы до 3 где давали значит сейчас вылетело у меня название но вы даже не будем уж совсем чтобы не искали а и я с удивлением обратил внимание что вся музыкальная часть была записана до что да то есть это не перета была музыкальный спектакль то есть где актеры ну будет поют не как вот переточная поднято на пророке актерское исполнение когда да вот это все поющие актеры они пели под фонограмму да они говорили живьем живьем а пели под фонограмму и один из зрителей возмутился говорит что это было заметно я хода это было заметно вот хотя они ходили знать как сейчас модно даст микрофонами что да но это было скажите он к вам не приходила в голову идея сделать облегчить себе жизнь и запустить такую историю вы знаете наоборот я бы сказала что вот мы боремся живой звук везде максимально всех концертах где нам разрешают петь живьем ну соответственно звук должен быть отстроен мы понимаем что не всегда техническое оснащение позволяет живой звук и все остальное сейчас вот так все сделано но мы конечно больше максимально вы понимаете ему ну и что значит я вышла и открыла рот ну даже если под свой голос ну как это может быть а как пережить как и не адреналина то есть я не получаю не наживаете каждый сектор обязательного и снова снова и снова каждый раз поэтому ты выходишь потом расскажется что ты на таком подъеме а потом вечером так приходишь дому и чувствуешь вот она усталость какая-то она есть потому что но это же вот оно общение со зрителями а как можно заворожить я не знаю сужденут если я пришла и видный человек стоит там чтобы не изображал каждый как можно каждый раз одинаково петь ту жарю ну да или тот же самый дуэт вот мы выходим с александром и каждый раз вот этими там стеклянными глазами вот здесь взяли дыхание а вот сейчас верхняя нота но это все прописано то есть я даже не согласен согласен с вами и вот в завершении первой части вы же преданный человек своему театру своему делу до были попытки как когда-то уйдно уйти в какое-то другое пение нет но вы знаете не как-то вот я уже привязалась и уже видите что есть много есть людей которые поют ну совсем мимо вот вот такая вот это конечно да задевает тогда что наше искусство где-то немножечко обесценивается сейчас да но поэтому это обидно это мы готовы за больше профессиональных поэтому мы готовим новых людей во второй части мы расскажем о том как работает детская школа искусств номер два городского круга люберцы речь пойдет конечно же о вокале дождитесь продолжения напомню что эта программа открытый диалог очень динамичная у нас сегодня программа мы немножко как будто бы на сцене опереты находимся даже не в зале на сцене вот оперет это сколько калорий вообще сжигается никто не считал я слушаю не знаю сколько когда-то молотобойщик за смену как фигуристы какие-то тут не знаю вот посчитают а как вот это можно не знаю надо подумать узнаете было бы здорово можно каждый спектакль чтоб не худеть елена ксенофонтова ведущая советской театра люберецкая оперета ну и во второй части обещал что мы поговорим о вокале преподавание вокала детская школа искусств номер два городского круга люберцы ну я понимаю что это вторая профессия и это нормально когда человек ищет свое воплощение в общем-то масса известных музыкантов даже что называется который просто спел одну арию и пошел отдыхать месяц а и иногда есть необходимость передать свое искусство вот вы как к этому пришли ой вы знаете как не ну пришло в голову я заканчивал аспирантуру то аспирантуру чего давать классической государственной академии имени маймонида а до спирантуры до спирантуре я закончила эту же академию вот сначала и теперь мы знаем что для педагогическая да и как пришло в голову я живу в поселке октябрьский где находится эта школа наша музыкальная сама же и закончила более того и и закончил мой папа сейчас там учится мой сын вас просто династия эти поколения до учатся в этой школе и в общем и как-то пришло в голову думаю я училась думаем почему не попробовать по преподавать думаю ну куда-то ездить вроде пока еще учусь думаю а зайду-ка я в нашу школу и сколько лет не было и в общем я туда пришла и гол наш прекрасный директор узнала меня как ученица еще блин очка все я бы я вот так и так значит вот значит заканчивая аспирантуру хотелось бы попробовать ой а у нас от класса вокал совсем нет и не было никогда ну давай попробуем давай попробуем дали возможность дали мне учеников не так много учеников и в общем потихонечку-потихонечку потом набрался класс и вот в этом году уже 15 лет как я работаю 15 до 15 лет ну смотрите конечно отношение к вокалу сейчас мы уже говорим не про оперету и даже не про ну такое серьезное академическое исполнение все таки разница не оперная скажем кстати у меня именно классическое академическое образование оперная певица да я не ему не мускомедийная я не гитис я именно закончила да понятно да сейчас наш гитис мой гитис немножко так обидели нет я вы замечательно я обожаю я не по пению поэтому нормально вот тут а музыкальный театр есть даже это опереты поют и так далее учатся тут вот в чем конечно же востребованность к пению она присуща не только молодым так сказать дарованием у которых иногда папа с мамой приводят они отбиваются но и людям взрослым петь многие хотят тем более что определенной популярности этому наверное придали вот эти всевозможные песенные конкурсы да и дети и взрослые дети и и на разных каналах и так далее вот какую задачу перед собой ставите вы же видите когда ребенок сам хочет петь но не очень может а есть как ребенок который ой как может на его привели родители он ни в какую не тут понимаете какая у нас история у нас нет того кто привел может не может то есть у нас существует отбор то есть те дети которые прошли определенную конкурс то есть это вот конечно обязательно обязательно поступили экзамены обязательно прослушивание и соответственно имени и голосовых данных никто да что детки на мою не попадаю на хочу вроде хорошо там я хочу вот я хочу вот на этот вот здесь вот учится нет соответственно обязательно отбор соответственно определенные данные ну и кто кто приходит как уровень evolveе разный приходит детки вы знаете есть разные есть очень талантливые правда приму знаете не то что-то как а вот прям талантливые знаете вот прям делать почти ничего не надо только вот направь нужное русло ну и картуар нужно подбирать ритуар правильный грамотный дадим как вот вы устраиваете сушки но обязательно я вот прямо тут прям по всем советским советцев советским энциклопедиям то есть обязательно у меня обязательно крылатов обязательно ни в коем случае я вот не люблю когда вот сейчас во все эти проекты в голос куда бы чтоб не приходили но стоит там малыш малышом они начинают петь эти английские песни совершенно непонятны никому они дать текст не понимает репертуар должен соответствовать возрасту возрасту но потом когда-то спали конечно но ради бога споешь эту селиндион споешь то что тебе там захочется но когда тебе будет и лет столько чтобы ты понимала чем а вам селиндион не очень очень нравится очень но им они приходят и говорю ну кровь моя любимая певица как вы не чувством я так и знал да да обожаю мне кажется я не ну я не знаю что может быть лучше хотя бы хотя бы поете иногда как бы так сказать что не но хочется скажу хочется когда вот сушки такой эталон я прям даже не знаете кто когда берут перепеть кого это конечно сложно эталон при этом сложная судьба это видимо часто когда хорошего голоса судьба но вернемся к детям и как вы их на определенном материале готовим обязательно обязательно и народный наверно какие то нет это это уже как сразу фольклор 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 это совсем другое отделение а где то есть у вас да вот как на хоровом отделе у меня то есть у меня детки занимаются вот такой классической постановкой голоса не то что там я не говорю что они начинают там если какие-то оперные арии петели романс нет но обычные детские песни просто нужно крылатые качели попробуйте спойте так попробуйте золотой песню пока только и поют и потому что там попробуйте спойте эту пенсию да там не на трех-четырех нотка хочу диапазон покажет или это вот прекрасная прекрасная далеку вообще высший пилотаж да и все это да ведь мне уже петь хочется вот видите какой-то оказывается такое влияние вот ну хорошо концерты же проходят какие-то отчетные до мероприятия и у нас вот сейчас прекрасный концерт отчетный в том году прошел было пятьдесят пять лет нашей школы да и в деколюберцах был по нас грандиозный концерт замечательный концерт оплодисменты был полный зал и родители все восторги на же там и и оркестр и хор сводный большой все в общем было здорово было здорово и пели дети но это же обязательное условие что должен быть какой-то отчетный как обязательно готовится к этому кроме отчетного концерта еще обязательно концерт класса то есть а сколько вот в репертуаре две песни одна песня должна быть которую он готовит ребенок ну поем в течение года конечно большое количество песен но выбираем экзамен лучше лучше показать со всей стороны чтобы было и ребенку комфортно чтобы был так и грудь и понимаешь может быть еще волнение обязательно все волнуются и чтобы стабильно спеть песню поэтому это сложнее но она больше тебе нравится возьмем эту постабильнее потому что а кто песни выбирает уже на на следующем этапе на нападе на позже я я конечно вот у нас восемь лет обучения вот они пришли первоклассники ко мне через и восемь лет они мои понятно но а финале там где-нибудь уже когда финале там ради бога самостоятельную работу как обязательно удивить вас тут же ведь не хьюстон спеть вдруг можно обязательно хочу вот из мэмори кошки вот из этого мюзикла вот это можно конечно можно ну и кстати это будет здорово конечно можно вы же с помощью еще вот и пения это же еще и подключение какому-то ну скажем так в вашем понимании педагогическом правильному искусству то есть дать те песни которые звучат которые вы считаете что они да имеют смысл как катону они и они на века не что я на века считаю и ты споешь эту песню зачем дальше ты споешь и обвать такое что песня вот мне не нравится ребенку а потом он вдруг сам того не замечая но это я не хочу грудь не послушай меня а мы послушаем она же не одна мы возьмем но послушаем а вот сейчас а потом я правда какая классная песня а еще такой вопрос вот когда вы говорите сколько лет уже 15 лет 15 лет назад вам иногда кажется что из кого-то мог бы получиться вот прям певец певец вы знаете у меня есть ученица хочу похвастаться который прям который прям первым и выпуск вот когда я пришла работать прям первым и выпуск она поступила в колледж имени мишневской я ее подготовила после окончания до музыкальной школы после она поступила в хоровой академии имени попова и сейчас буквально два года назад она спела в нашем театре со мной вместе в сильве да что то есть был учитель и ученик она пела стаси она пела стаси и я пела сильву да она была она пела невесту эдвина вот так вот педагога ученица но сильва вы но пока она вас скоро будем держаться нет на хорошо ну и вернемся теперь все-таки мы отметим что представители вашей школы здесь у нас не раз бывали вот напомним просто как в общем то попасть вот если действительно родители на час или бабушки и дедушки слушать и захотят привести ребенка когда вас прослушивание проходит обычно обычно начинает уже с весны весной желательно весной до весной приходите там уже все скажет администрация там через госуслуги поддаются если уже документы а так конечно естественно прослушивание прослушивание начинается нас прям с апреля месяца уже ближе концу потому что правда очень много жила там медицинские какие-то нужны справки в вашем варианте или там на госуслугах все написано да когда ну-ка конечно как обычно документы до обычные как анкеты как в школу как детский сад ничего абсолютно сложного то есть сначала нужно пройти еще такой вопрос такой родительский да скажем это ну тут хочешь не хочешь разделение существует мальчики и девочки да все таки вот мутационная эта история она вообще существует существует это же нельзя пить нельзя конечно поберечься это какой возраст сейчас у всех по-разному сдвинулся немножко крупные мальчишки бывает вы знаете у некоторых уже в 12 начинает какие-то там уже прям раз и он чувствует что у него и не здесь и не здесь вот этот вот ломка регистров уже но уже слышно что тяжеловато петь если раньше на эту ноту брал вот так вот легко уже тяжело подниматься наверх допускаться вниз то есть голос стареет как ну так восстановится другое меняет кидая тяжело надо молчать обязательно сколько времени в коем случае а у всех по-разному у всех по разному этот период проходит и главное здесь вот перебдеть то есть но тут это да и вы увидеть и родители надо убедить в этом что не нужно обязательно а вот если правильно этот период пережить потом что может с голосом пропасть может голос или он изменит в это кое-что был замечательный такой из помним робертина лоретти но да это такая да его история но он пел потом ну да он пел ну это вот звездность это это яркость индивидуальность которая была в маленьком знаете до возрасте а у некоторых наоборот ну лучшую до голос крепней становится мужской тембрий стык красивый и он раз как-то совсем по-другому заиграл поэтому тут такая знаете вот это вот природа матушка как она на ком сыграет ну еще такой момент понятно что сегодня родители любят одновременно чтобы футбол и чтобы на скрипку и чтобы пел и чтобы ли это было бы еще вода и ребенок уже в хорошем смысле слова уже мысленно проклинает все то есть ему нравится все уже на нас этим сталкиваетесь когда уже измученные приходит конечно как бы вот вот ну тут правда как-то может быть с родителями потому что нужно чего-то отказаться конечно у них же должно быть и много детства и что-то какие-то приоритеты все-таки расставить ну правда вот он приходит а вот уже смысл того что он пришел и горну что вот я сейчас тобой буду делать особенно когда ну пока вообще требует ну лучше уж не как место как-нибудь но да со лучше вообще не петь ничего делать чем вот он стоит и что я не вижу не какого-то кпд ну ничего то есть а некоторые приходят окрасу такую я участвовал вас когда все распределено вот он видны вот он пришел прям горит он радостный у него полно энергии а давайте сейчас это споем а сейчас вот это вот еще и пританцует как говорится проигрыша она приходит так что все а вот сейчас меня еще английский меча сбежать уже этот вокал на вокал не вокал что воли что не воли поэтому тут конечно все хочется взять все нужно успеть но это дети ну и последний вопрос может быть такой может какой-то неожиданный марк бернесс фрэнк сенатора ну и можно этот список продолжая да да певцы актеры опять до голоса как бы нет а какая-то невозможно а это вот знаете какая-то вот и слух есть кстати абсолютно абсолютно и какая-то внутренняя история это вот именно как я называю такое актерское пение вот что такое что вот иногда некоторые вот он стал вот он как ерихонская труба открыл а слушать невозможно да и болот а тут вроде как сидишь да слушай ну вроде же ну как все надо а вот и сидишь и все тебе через полчаса уже скучно и ты уже не знаешь а тут человек вот стоит вот хрипит вроде бы красивых красивых лепит вот как это объяснить что ты говори это что-то какое-то такое внутреннее такое душевное что человек вот настолько рассказывает эту историю рассказывает ее пускай это мелодекламация какая-то пускай это вот прямо не скажем какая вокализация французской музыки но вот я почему решил закончить эту историю потому что пению все возрасты покорны если вы хотите петь и например вам говорят что вы петь не умеете ну может быть действительно обратиться к какому-то специалисту и глядишь никогда даже не поздно никогда не поздно да и ничто не как раньше говорили споемте друзья да да спасибо огромное елена ксенофонтова преподаватель вокала детской школы искусств номер два городского круга люберцы ведущая солистка театры люберецкая перед сильва люберецкая перед спасибо что пришли к нам спасибо вам да это была программа открытый диалог с вами был николай пименко всего доброго до свидания и